Татары и православие Татары и православие Татары и православие Татары и православие Синьгизов Но это чингизиды вообще То есть татары и чингизиды Там где чингизов Это просто чингизиды Потомки того самого чингиза Айтматов тоже оттуда По имени Они сохраняют свою родовую принадлежность Но они вполне открыты К благовестию Христовому И вообще есть такая мысль, что после русских, а также белорусов, а также укров, но не тех, которые море копали черное, а тех нормальных украинцев, этих юго-западных русинов, тех, кто до Карпата дошли, там они так и называются русинами, этих русский народ, оказавшийся вот в тех областях. Кроме них, значит, украинцев, белорусов, русских, татары составляют четвертый по количеству и важности этнос, вот в этом понятии «святая Русь», потому что их по количеству очень много. А вот сегодня, кстати говоря, далеко не будем ходить, архимандрит Иов в Средневском монастыре, известный писатель, талантливейший человек, образованнейший человек Иов, он вообще Шамиль Абельханрович Гумеров. Иов Гумеров, все знают, может быть, книжки читали, а книжки достойны внимания. Он соединяет вообще искреннюю монашескую набожность с глубокими знаниями в разных областях, точных науках, в истории и прочее. Ну, у него дети священники, а он вот Шамиль Гумеров, татарин. Вот, Ирей Алексей, в скобках, Хаджи Мурат, Тимурович, Юсупов. Ирей Василий, Асхад, Минкалитович, ой, прости, если заошибся, Минахлидович Мухаммедшин. Короче, я могу ошибиться, потому что мой язык не все привык произносить, хоть я и люблю это произносить, между прочим. Мне близко вообще, восточное, ближе западное. Не всегда, но часто. Есть такие имена для поминания. Говорят, кого поминать, оказывается, татары. Кубрат, хан, Аспарух, Сартак, кровный брат Александра Невского, есть твердые основания считать, что он был христианин. Улагчи, Берехшинханун, Семен Бекбулатович, это уже времена Ивана Грозного. Кстати, Касимовские татары, это под Москвой совсем, между Москвой и Муром, Касимов. Там вообще татарская слобода, они там все крещеные. Есть целая такая, у них субэтнос такой кряшеный, или кряшены даже, правильно, кряшены. Это крещеные татары, которые идентифицируют себя с татарами по этносу, а с православием по вере. И они могут там по-татарски молиться, может, по-русски молиться. И как-то вот у них это все... Я к чему это все говорю? К тому, что православие, оно шире, чем русский этнос. У нас русские, посходившие с ума, с властиками пообкалывались, и пошли зиг-хайль говорить, и в язычники подались многие. А на их место придут непременно китайцы, татары, удмурты, уйгуры. Придут и займут их место. И будут у нас новые аспорухи, сартаки, кубраты и улокчи, бигбулатовичи, бывшие. Это Петр, Иван, Марья, Дарья, Агафия, Глаша. Даже будет вопрос такой, что не нужно им обрусевать, не нужно им принимать непременно русские имена, потому что, раз ты татарин, молись по-татарски, ходи на славянскую литургию, а мы еще ради тебя, еще и будем читать Отче наш, например, на твоем языке. А почему нет? Статистика такова. Практикующих мусульман среди татар около 3%. Слышите или не слышите? В смешанных браках, где татарин и русский, русская женщина, татарин – мужчина, или русский мужчина – татарская женщина, до 80% людей крещеные и себя считают православными людьми. Причем в мечетях, вот у нас в Москве, на татарском мало проповедуют. На арабском молятся и служат, на русском проповедуют, потому что русские понимают и узбек, и таджик, и киргиз, и казах, и татарин. На татарском проповедуют протестанты, чтобы они у нас людей не увели. Вот еще. Есть даже интересный праздник такой. У нас есть, как бы всем слышно, Курбан-Байрам, есть такой праздник Петра-Байрам в честь Петра и Павла в селе Зюри, в Татарстане, в Мамадышевском районе. Есть такой праздник крещенов, крещеных татар в честь апостолов Петра и Павла. Так вот, если вы, русские, считаете, что вы хранители веры, то я вам авторитетно заявляю, что если вы не будете настоящими христианами, вы потеряете веру, а ваше место займут другие. Но если вы, русские, которых я люблю всей душой, до смерти люблю, будете настоящими христианами, вы сможете поделиться своей верой и с татарами, и с удмуртами, и с уйгурами, и с калмыками, и с марийцами, и со всеми остальными. И это все будет распространяться в духе братской любви. Переведутся тексты, имплементируются молитвы, обряды подстроятся под менталитет народа. И мы будем теми, кем быть должны, не националистами, но Божьим войском, воюющим со всяким грехом, с именем Господа Иисуса. Вот примите эту информацию к сведению, что татары, они ведь наши. И мы, как они, это братья наши, как и все остальные, кстати. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова